И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, сегодня у нас прошла очередная профилактика. Как бы я этого не боялся, как бы я не пытался этого предсказать, у нас опять появились новые коробки. Новые, в скобочках, старые. Говорят, что такие коробки уже были не так давно. На Корее вообще эта акция была чуть ли не в 2020 году. Короче, что-то непонятное. Как вы видите, здесь даже не присутствуют сеты защиты. То есть, все как обычно, эпик, книжечки какие-то. Ну и судя по дропу, во всяком случае здесь вы этого не видите, но на сайте в дроп-листе присутствуют куклы первого левела. То есть, это хотя бы что-то и на том называется спасибо. Естественно, давайте потестим. Отсюда также падают печати. Конечно, гарантированной печати нет. Но мы с вами давайте попробуем, потестим вообще количество этих самых печати. Естественно, вынесем вердикт о том, стоит ли открывать эти коробки или не стоит их открывать. Ну, знаете, честно говоря, если чуть-чуть проспойлерить, я думаю, что не стоит, конечно, но я не могу пройти мимо, да, так скажем, сэкономить кому-то лишние средства. Ну что ж, три коробочки. Погнали. Тебе надоело раз за разом умирать от одних и тех же мобов? А на обычный баф у тебя не хватает труды, потому что ты новичок и только начинаешь свой путь? Тебе поможет куб помощи партнера. Он выдается на 30 дней и за каждое его использование ты будешь получать труду, так необходимую тебе для бафа. А каждый 10-й день тебе будут выдавать предметы, которые сильно облегчат твою прокачку. Куб помощи партнера может получить только новый игрок. Для получения куба регистрируйся по ссылке под этим видео, а в закрепленном комментарии будет подробная инструкция по его получению. И вперед покорять мир Lineage 2 Essence. И по стандарту открываем первую. Получаем 8000 монет, залетаем, покупаем 80 боксов на все вот эти вот средства, да. Есть. Купили. И давайте открывать, смотреть, крутить, что же отсюда может упасть. Естественно, какое количество печати отсюда падает. А то, может быть, я просто просполерил зря. Возможно, тут куча печати нападает, и все останутся довольными. Поехали смотреть. Мелисса, ну это классика. Прочный ларец. Чего? О, сапоги уклонения. Ну, знаете, вот хоть что-то за последнее время я увидел, что это упало. Как бы и на том спасибо. У меня там соседи, по-моему, начали стучать по батарее и отмечать это событие. Ребят, все нормально, все в порядке, это всего лишь сапоги, они сейчас не такие дорогие. Ладно, давайте подводить итоги. Итого, с одной коробки... Нет, сучат до сих пор, извиняюсь за это. С одной коробки мы получили 6 ларцов. Ну, блин, ларцы я уже давно не видел вообще, что это такое. Нельзя выбросить продать магазин. В любом случае, ребят, это отчасти хорошо, скажу сразу. То есть, это ваша адена. Да, то есть, ларец, во-первых, можно открыть и получить оттуда не просто камень, а сразу ларец, который вы также сможете продать. Ну, мы потом с вами откроем, я покажу, как это выглядит. Свиток модифицировать характеристики. Все характеристики плюс один. Если кто-то давным-давно играл в эссенс, наверное, год назад, наверное, или больше года назад, помнят, что были такие свитки. Они даже, по-моему, продавались во время какого-то ивента за адену в эль-магазине. Ну, сапоги уклонения мы, давайте, даже не будем брать в дроп-лист. Хотя, что я так смотрю? Давай, 32 печати, 12 свитков, 200 милисы, 4 подвески, 24 сайхи, 30 свитков на атаку, 6 прочных ларцов, 8 свитков на защиту, 14 штормов, 3 пояса. Ну, и сапоги уклонения, да? Ну, блин, не знаю, такое себе. По печатям все, по-моему, как обычно, как любая другая акция, либо 30, либо 40. Ладно, поехали открывать дальше. Дальше еще берем, открываем одну коробку, еще берем 80 боксов. Есть, купили. Ну, и давайте их, естественно, крутить. Выставляем на панельку, делаем сброс и поехали. Ну, кстати, падают подвески, это тоже хорошо. Но, правда, за одну коробку 4 подвески. Ну, не знаю, по-моему, когда вводили обменник и там был фиксированный курс на подвески, выгоднее было открывать те коробки и потом, соответственно, менять печати на эти самые подвески. Даже камни эволюции там проглядываются. Ладно, 40 печати герана, 200 особых зелий восстановления, 39 сайхи, 14 штормов. Штормов мало очень. 4 подвески НХСАД, 10 свитков на защиту, 1 камень эволюции Духа Воды, 3 прочного ларца, 16 свитков на атаку и 8 свитков магистрировать характеристики. Ну, как бы эволюция тоже вроде как неплохо, да, ну, ценник на нее, возможно, сейчас упадет. Хотя, если они также будут падать, да, вот за две коробки одна штучка, то, конечно, такое себе. Ну, здесь вы видите уже дроп такой немножко похуже. Назовем это так. Ну, опять же, стандартные классические боксы, всегда у вас каких-то 2, 2 итема, которые можно синтезировать или точить на себе. Тут их даже 3, считайте, ларцы, сундуки и плюс к этому еще подвески. Ну, да ладно, и давайте открывать следующие. Следующие, так, не открыл, извиняюсь, коробку. Где у нас коробка? Есть. Открываем следующие. Наши с вами старые добрые лутбоксы, да. И посмотрим сейчас на конечный результат. Может быть, нас еще чем-то, чем-либо игра удивит. Поехали. Ларцы, ларцы опять. Ну, ларцы можно продать. Я смотрю, там даже блесточка упала. Ну, блесточками после последнего ивента с пиратами вообще мало кого удивишь. Я думаю, что у многих они в закромах остались. Либо кто-то их продает трай, либо оставил себе и сидит ждет. Так что, ну, такое. И все. 41 печать, 24 свитка характеристик, 4 подвески, 18 штормов, 140 мелиссы, 8 прочных ларцов, 12 свитков атаки, 16 свитков защиты, 2 сундука с поясом дракона, 12 сахи, 12 сахи, это прям смешно. И один улучшенный свиток модифицировать доспех, который не передается. Акцентирую на этом внимание. Насчет ларцов, да, я вам говорил, хотел показать, как это выглядит. То есть, если вы открыли, ну, может быть, кто-то не знает, ну, среди нас есть новички. Открываем ларец, и вы получаете, к примеру, ларец сониксом. Этот ларец сониксом можно также продать. То есть, сесть на попу и продать, например, каким-нибудь торговцам. Либо продать прочные ларцы просто. Короче, часть тех средств, которые вы потратите на эти лутбоксы, можно спокойно отбить. Да, назовем это так. Ну, и плюс ко мне, вроде, передаются. Единственное, что минус, это точки. В общем, не знаю, если честно, я бы не сказал бы, что это прям совсем хреновая акция. Типа, как была предыдущая. Мне предыдущая вообще, ну, не зашла, да. Это мне показалось даже более какой-то лайтовой и разнообразной. То есть, как вы видите, три коробки открыли. Какие-то всегда новые итемы мы видели. Не сказал бы, что я поставил бы этой акции какую-то четвертую четверку. Но троечка с плюсом, думаю, она тянет. То есть, если вдруг у вас, опять же, остались какие-то закрома, и вы хотите перед тем, как поставят обнову, что-нибудь полудоманить и что-нибудь скрутить, это то самое. Сюда можно попробовать потратиться. Ну, и как вы видите, хоть какой-то дроп в плане даже тех же сапог уклонения, которые, в принципе, ну, в моем случае, я думаю, практически отбили эти самые затраты. В общем, на самом деле, решать вам, я свое мнение по поводу этой акции сказал. Всем огромное спасибо за просмотры. Не забывайте поставить пальчик вверх. Это очень помогает продвижению видео. Подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много всего интересного. А также оставляйте комментарии. Если вы вдруг участвовали в этой акции, пишите, что вам интересного упало и участвовали ли вы в ней вообще. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Всего вам хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает. Удачи вам и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok